Особое мнение на 101FM Предлагаю с событий, которые произошли буквально на этой неделе 21 июля Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о так называемом 3 едином дне голосования 3 единый, потому что по аналогии с единым днем голосования А 3 по количеству дней, которые нам предлагают голосовать Из названия проистекает и вся суть законопроекта Начиная с 2021 года мы сможем голосовать в течение нескольких дней В 1, 2 или 3 это как решит уже соответствующая избирательная комиссия Результаты планируется подсчитывать в конце всех последнего дня многодневного голосования Еще одно новшество, которое к нам приходит с этим законопроектом Это голосование на придомовых территориях На пеньках Да, так их называют на пеньках На придомовых территориях и в местах массового скопления людей Это площади, там кроме тех самых пеньков, это багажники автомобилей и прочее, прочее, прочее Ну и в случае нововведения, значит, голосование под крепительным удостоверением И досрочное голосование будет отменено Так вот, в общем-то, ни для кого уже не секрет, что этот законопроект о многодневном голосовании В 2012 году, еще будучи президентом, внес Дмитрий Медведев 8 лет он пылился в Госдуме И вдруг, после того, как отгремело голосование по поправкам в Конституцию В течение всего, там, пары недель, по-моему, очень быстро этот законопроект проходит Второе чтение, третье чтение Вот сейчас он направляется в Госдуму Ваше мнение, к чему такая спешка, да, и кто главный интересант во всей вот этой вот истории? Ну, я думаю, эта ситуация с триединым днем голосования Очень хорошо отображает нетленный принцип нашей российской политики Сформулированный в свое время покойным черном орденом Хотели как лучше, а получилось как всегда Вот, ну, кто главный интересант, практика покажет Я думаю, в каждых конкретных выборах, там, региональных, муниципальных Может быть, федеральных, с 21-го года мы будем видеть И эти партии, и этих кандидатов Ну, то есть какого-то одного интересанта нет Это просто какая-то вот разрозненная там система Ну, скажем так, интересанты могут быть, так или иначе, связаны с властью Вот, ну, вот почему, собственно, я вспомнил эту нетленную цитату черном ордена Вот, потому что если так разбирать внимательно плюсы и минусы От этого условного новшества Да, условно, потому что мы уже на голосовании по поправкам Это, по сути дела, видели Немножко в другом формате Вот, то, наверное, едва ли не единственный плюс Ну, который мог бы быть актуальным в текущей ситуации Допустим, на сентябрь 2020 года Да, это забота о здоровье избирателей И с тем, чтобы не создавать толкотнюю давку на избирательных участках Но, тут сразу же оговариваемся, что, ну, если мы берем там сентябрьский день голосования То, как бы, все равно основная масса в 2020 году Это оригинальные муниципальные выборы Ну, секрет, когда проект действует с 2021 года Тем более, вот Это еще обнуляет этот условный плюс Вот, явка на оригинальных выборах Ну, дай бог, есть 50 процентов А иногда 40, иногда еще и меньше Муниципальные выборы Если мы говорим о крупных муниципальных образованиях Типа Кирова, ну, дай бог, есть и 20 Ну, то есть, явку он повысит То есть, этот объем избирателей вполне можно обработать Не создавая угрозы для жизни и здоровья членов избирательных комиссий Самих избирателей за один день То есть, вот, это растягивание с точки зрения эпидемиологического фактора Оно, ну, мягко говоря, неубедительное Вот, далее Тогда зачем оно? Ну, вот, дальше переходим к минусам Вот, ну, очевидный, опять же, минус Все равно с точки зрения, вот, абстрагируясь там от того Как считаю, хорошо или не очень Вот, ну, просто трехдневное голосование Это технологически, организационно сложнее Вот, и тут даже немного жаль Рядовых сотрудников УИКов На которые, возможно, возможно Только я в чужой карман не лезу За три дня работы могут получать Примерно те же самые деньги, чем за один Вот, ну, ладно, это все равно Так или иначе мелочи Вот, опять же, вы очень к месту огласили И, по-моему, даже сакцентировали Что и то жить будут после третьего дня Но никто же не мешает посчитать И после первого, и после второго Но в черном Вот, 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 я А нет бы сделать это все прозрачно А как это сделать прозрачно? Ну, опять же, это вопрос, опять же, и трудозатрат И оргзатрат Чтобы всегда было видно Где, что Сколько после первого дня Сколько после второго Сколько после третьего Понятно, тут могут быть сложности, опять же, такого Правого характера Да, потому что тут, ну, скажем так Все равно есть всегда прослойка избирателей Ну, которая по принципу Те побежали, и я побежал, да Вот, и, конечно, в этом плане Оглашение, допустим, предварительных итогов После первого дня Оно может влиять на их волеизъявления Да, это, как бы, есть определенная трудность Это, как бы, признаю Вот, но все-таки с точки зрения прозрачности А прозрачность, так или иначе, по идее Должна давать легитимность результата выборов Было бы логичнее Скажем так, обнародовать Пусть где-то в каких-то, ну, грубо говоря Не на первых полосах газет И страницах информационных агентств Вот, но чтобы хотя бы там на сайте ЦИКа или избиркома Эти данные там на первую ночь, на вторую Отображались Вот, потому что самое слабое место Ну, я пока абстрагируюсь от пеньков Это тоже, скорее, минус, чем плюс Вот, но самое слабое место Это, конечно же, усиливается непрозрачность То есть в нынешней конфигурации Вот в той, в которой он сейчас принимается Риск фальсификаций Вот при этом многодневном голосовании Когда считают в последний день Он растет Да, конечно Вот, и причем подчеркнуть даже Может быть, фальсификаций не будет Да, тут я не буду бросаться Налево и направо обвинениями Что вот тут подписали, тут вбросили У меня на руках нет фактов Вот, но, как минимум, будет больше сомнений Мы оставляем возможность, что они могут быть Да, мы оставляем, да Потому что такая схема непрозрачная Растянутая во времени Когда непонятно до конца По крайней мере, простому стороннему наблюдателю Или участнику избирательного процесса Мол, а что там с этими бюллетенями С урнами происходит где-нибудь После восьми часов вечера Да, когда уже вроде бы все разошлись И вот Работа у наблюдателей также усложняется Особенно, конечно, с пеньками Да, потому что у каждого пенька во дворе Наблюдателя от заинтересованных сторон не поставишь Ну и наблюдатель не будет с этой урной Сидеть круглые сутки Потому что вечером он все равно уйдет домой И ночью эти бюллетени Даже в рамках стационарного участка Они останутся одни Без присмотра, фактически Давайте по другим еще нововведениям поговорим Вот эта норма По открепительным удостоверениям И невозможности участвовать в досрочном голосовании Она скорее положительная или скорее отрицательная? Я бы сказал, она сама по себе нейтральная Потому что, ну да С точки зрения того, что кто-то может быть Занят в условно конкретное воскресенье Сентябрьское или не сентябрьское По работе или еще где-то Вот эта отмена открепительных И досрочного она вроде как компенсируется Этим вторым-третьим днем голосования Относительно Вот Ну поэтому я бы вот этому моменту Я бы не стал, скажем так Придавать такое большое значение Я думаю, что с чисто технологической точки зрения Опять же для работы избирательных комиссий Это будет, ну Может быть Чуть меньше возни Вот с учетом там этих Открепительных досрочников и так далее Потому что Опять же я вот на личном опыте сталкивался 1 июля Вот я Примерно за месяц до Голосования по поправкам Как бы менял место жительства Менял регистрацию И там занятные вещи происходили На том участке, куда я пошел голосовать По новому месту жительства Вы были в обоих списках Да Ну там Даже еще веселее По новому месту жительства Специально через госуслуги Подавал заявление Мне его обдобрили Вот Я по новому месту жительства Почему-то был вычеркнут вручную Из списка Хотя там все было напечатано Вот А по старому месту жительства Я еще числился Вот Хотя Месяц почти прошел Вот Моя супруга Допустим Которая еще была Зарегистрирована Буквально до конца июня По старому месту адреса В списках там уже Отсутствовала А По новому месту жительства Ее не было То есть вы на себе испытали Что есть трудности В таком многодневном голосовании Есть Ну какие-то Да Да Усложнение такой Временной схемы Оно неизбежно будет Рождать Как минимум Недоразумение Недопонимание Но потом и сомнение В том Что насколько все правильно Да Маленькие косяки Рождают большие сомнения Вот для вас Как для специалистов Вы сказали Что многодневные выборы Это такие выборы Непрозрачные Несовсем честные Может быть Ну вот простые люди Как к этому отнесутся Вот Ну Так Расставим точки над ее Скажем так Думаю Многие со мной согласятся Что И старая схема С однодневным голосованием Она все равно Оставляет Определенный Простор Ну как минимум Для сомнений Как минимум Для сомнений Вот Поэтому Тут даже переход На трехдневку Он Не сильно Что-то поменяет Ну Сомнений Как минимум Сомнений Станет больше Вот Ну и По поводу Значит ли это Что доверие к власти Начнет Еще Мы про доверие к власти Еще поговорим Но вот в контексте Вот этого вопроса Значит ли это Что доверие к власти Оно Упадет Если да Если это можно Спрогнозировать Зачем тогда Вводить такую норму Ну вот у нас Получается Мостик Такой уже Наверное К хабаровской Тематике Но оно и так Как показывают События в хабаровске Это доверие к власти Ну мягко говоря Не очень высокое Вот Мягко говоря Не очень высокое Ну Было это Будет это доверие Где-то чуть повыше Плинтуса Станет Чуть поближе К плинтусу Ну то есть особой разницы Да Понятно Мы тут опять же Отталкиваясь Допустим От голосования По поправкам Все равно Там можно Долго обсуждать Там были приписки Не были приписки Были вбросы Не были вбросы Но все равно Пока На данный момент Все равно Достаточно большой процент Российских граждан Так или иначе Эту власть поддерживает Там можно Опять же Долго тут обсуждать Мотивы Условных Бабушек Пенсионерок Которые Просто рады Что им платят Пенсию Вовремя И уже привыкли По старой советской привычке Голосовать Как начальство велит Вот Но все-таки Определенный процент Есть Тут не будем оценивать Насколько этот реальный процент Близок с этим Семидесяти восьми процентам Вот Но он есть Вот Это первое Второе Ну Скажем так Пустил еще один момент По трехдневке Понятно что По идее еще постулируется Это Вплоть И товарищи из думы Об этом заявляли Что вроде как Поднять явку За счет этих Трех дней Вот Ну Замечу что У нас народ На те же муниципальные Региональные выборы Не ходит Ну или ходит Очень плохо Не потому что даже Поэтому избирательный участок Идет к вам Не потому что там Некогда Вот Или заняты на работе Или там Картошку выкапывают Или закапывают Вот Ну Плохому танцору Известно что мешает Люди не ходят Конкретно на муниципальные Региональные выборы Потому что А Их не устраивает Этот набор кандидатов Б Они не верят В то что Их голос Может на что-то повлиять Вот Ну основных Вот эти причины И тут опять же Трехдневка Она Не сильно На что-то повлияет Да Тут Ну Знаете Если блюдо плохое Да Вот Если оно там Было сожжено Или пересолено Или переперечено То что вы его посахарите Оно от этого Лучше не станет Вот Поэтому Ну Скажем так Ну чуть-чуть Может где-то В конкретных случаях Будет подниматься Явка там На муниципальных выборов Там С 15% До 20% Ну Скажем так Станут ли от этого Выборы более показательными Усилит ли это Легитимность Избранных За три дня Урганов власти У меня Как минимум Большое сомнение Ну вот я хочу В подтверждение ваших слов Привести данные Вчера В своей группе Вконтакте Центр избиркома Публиковал опрос О том Поддерживают ли Россияне Вообще практику Многодневного голосования Вот на 12 часов Сегодняшнего дня Участие в вопросе Приняло более 23 тысяч человек И 92% Из них Не поддерживают Эту практику И вот вы про мостик Заговорили К другой теме Я пока не буду На ней так акцентироваться Говорить открыто О чем мы будем говорить Но Вот это Многодневное голосование И этот законопроект Когда я смотрела Результаты голосования Депутатов Государственной Думы То во втором чтении В стане оппозиции Ну было такое Было такое Некое единство Они голосовали В общем-то В одном ключе К третьему чтению Начались Разногласия И Разительнее всего Да По сравнению Со вторым чтением Проголосовала Фракция ЛДПР Вот это Вот Голосование И многие СМИ Это отметили Да Эту информацию В принципе Легко найти в сети С чем вы связываете Вот такое Резкое Такую резкую Смену настроений В партии И Ее лидера Так О том что Сначала Он говорил Что многодневное Голосование Это не чистые Выборы А потом Уже несколько дней Спустя Он заявил Что человеку Надо дать Три дня Чтобы он успел Сходить на избирательный Участок Ну Знаете Владимир Вольфович При всей его Былой эпатажности Человек Очень Договороспособный Да Вот поэтому Очевидно Договорились Потому что Опять же Тут Нас напрашивается Буквально Видимо С дальневосточного Блока Вспомним Как он выступал Сразу после Вот И Давайте скажем Что сразу после Ареста Сергея Фургала Это Губернатор Хабаровского края Экс-губернатор Хабаровского края Теперь уже Экс-губернатора И Как он заговорил Ну вот буквально На этой неделе Мол Вплоть до того Что мол Фургал сам Хотел в отставку Идти Прочее 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 Ну вот Договороспособный Человек Вот Еще со времен Собственно 90-х годов Со времен Ельцина ЛДПР Была до Поры до Времени Оппозиционна Но когда Дело Доходило до Дела Оппозиционность Могла Куда-то Выйти за хлебом И не вернуться То есть Вы связываете Смену настроений С тем Что фракция Договорилась По поводу По поводу Чего Был закулисный Определенный торг Вероятно Там присутствовал Элемент То что Ио Хабаровского Губернатора Должен быть От партии Вот Как Правда События показывают Это Скорее усугубило Ситуацию Вот Ну и Заодно Возможно Был еще Какой-то торг И размен По каким-то Другим вопросам О котором Мы узнаем Позже Ребята Сказать Вы в обиде Не останетесь Вот вам Его Хабаровского Губернатора Ваш будет Вот Может вам Еще какие-то Плюшки Будут Ну может Там еще К имеющимся Трем Губернаторским Постам Если не ошибаюсь Трем ЛДПР Ну может Еще что-нибудь Вам там Перепадет Один-два Региона Все у вас Хорошо Будет Вы главное Проголосуйте Хорошо А зачем То есть Москва договорилась Вот ей было важное Голосование По многодневному Голосованию То есть Это такой важный Был для Не знаю Для Кремля Или для Каких-то Федеральных властей Это было важное Важное голосование Важное Важное решение Ну все Что связано С выборами Это все равно Важно Понятно Тут у нас Выборы Российские Как минимум Специфичные Вот Последние годы Вот Но все равно Они остаются Достаточно важным Элементом Политического процесса И важным Инструментом Легитимации В глазах Тех же граждан Избранных Органов власти Ну назначение Вот Представителя ЛДПР Михаила Дегтярева Да На пост В Рио Главы Хабаровского края Это Признание Москвой Своих ошибок Или что Ну Знаете Тут Или может быть Это какой-то страх Вообще Перед теми протестами Может быть Они их не ожидали Или ожидали Ну Насчет ошибки Думаю Ошибки нужно Признавать Немного В другой форме И Скажем так Другими методами Вот Это думаю Скорее Попытка действительно Исправить ситуацию Но Попытка Пока не очень Убедительная Да Вроде бы ЛДПР Теперь довольна Владимир Вольфович Ну Резко сменил Пластинку Вот Но определяющий Это момент Все-таки Это не то Что происходит Там В кабинетах ЛДПР На охотном ряду А определяющий Момент То что происходит В Хабаровске На улицах Вот И в головах Хабаровчан Вот И тут-то лучше Лучше не стало Лучше не стало Лучше не стало Потому что Ну Скажем так Вот этого Товарища Дегтярева Ну Пока не очень Радушно встречают Хабаровчана Да Это Дипломатично Скажем Да Тут Скажем так Куда его только Наверное Там на улицах Уже не посылали Вот В Москву В Самару Родную Вот Поэтому Ну Пока это Выглядит Попыткой Несколько Исправить Ситуацию Которая Эта попытка Ситуацию Еще более Усугубляет Или как минимум Не Не Сбавляет Градус Протестов Хабаровске То есть Дегтярев Успокоить Хабаровский Край Не сможет Я считаю Что нет Ну Мы можем Ошибаться Но тут Скажем так То что мы О нем Знаем Вот Тут вопрос Даже не в том Что он Территориально Не свой Впервые Кстати Для Хабаровска Я посмотрела Историю У них все Губернаторы Были местные Тем более Вот Даже дело Не в этом Ну что Ну слишком Разогрета Ситуация Чтобы Действительно Присылать Правильного По партийности Но абсолютно Неизвестного Человека Ну к тому же Ну скажем так Не засвеченного Действительно Какими-то Конструктивными Решениями Инициативами Да Все больше Там что он С Жириновским В бане сидел Вот Или странные Законодательные Инициативы Креативил Вот Действительно Странные Я просто посмотрела Странные Странные Из серии Перекрасить Кремль в белый цвет Запретить доллар В россии Или запретить Странные Дорнерами Крови Лицам С нетрадиционной Ориентацией Например Да Ну это вообще Последняя Из разряда Гениальная В кавычках Инициатив Вот Так что Вот это По крайней мере Пока выглядит Ситуация С назначением Дегтярева Это По факту Получается Попытка Тушить пожар Бензином Вот Понятно Тут Разные Могут быть Сценарии Дальнейшего Развития По Хабаровску Вот Возможно Просто Все будут пытаться Спускать на тормозах Да Потому что Ну скажем так Специально Неподогреваемые Откуда-то извне Для меня эта вещь Очевидна Протесты Не могут длиться До бесконечности Долго Ну в конце концов Осень Осень Зима Спадет сам Собой Это вариант Возможен Но скажем так Для меня Он такой Не самый очевидный Вот Возможно Будет Скажем так Дегтярева В итоге уберут И тогда Кремль Действительно Признает свою ошибку Уже даже конкретно С Дегтяревым А не с Фургал Вот Возможно Что все-таки Вот это спускание На тормозах Будет Подкреплено Правильной работой В информационном поле Да Потому что Если мы говорим Уже собственно Ситуации С арестом И лишением Губернаторства Фургала То тут-то Ключевой вопрос Это вопрос Хронологии То есть О том Что Ну Фургал Вот в тех убийствах Середины 2000-х годов Ну как минимум Некая Выигрышная сторона Об этом Внутри своего края Говорили уже тогда Да Прошло 15 лет Вот И нате вам Появились доказательства Понятно Что доказательства Можно добывать Очень долго Да Тут вот Напрашивается Ну правда Такая непрямая параллель У нас допустим Про банду Прокоповских В Кирове Ну Знал наверное Каждый второй Еще в 90-е В Кирове Вот Не всегда Правда Говорили вслух Да Того же Товарища Прокопова Прокопа Ну Закрыли Вот уже Что называется В наши дни Вот И тоже Между убийством Допустим Анатолия Горбушина И Скажем так Действиями Правоохранительных Органов Тоже много Прошло Вот Ну Соответственно Когда Такой Временной Зазор Между Преступным Деянием И вроде Как Наказанием То Надо Как минимум Объяснять Людям Собственно Почему так Потому что Опять же На фоне Хронического Недоверия Общества К власти Что думает Рядовой Хабаровчанин Что Там было Или не было Но что Дело-то Очевидно Политическое Потому что Многим Это очевидно Приходит в голову Вот Иначе Откуда Такие протесты Думаю Дело Не в агентах Госдепа Проплаченных Как некоторые Товарищи На центральных Каналах Телевидения Говорят Дмитрий Я предлагаю Нам сделать паузу Уйдем мы сейчас На рекламу И продолжим Еще эту тему Обсуждать Особое мнение На 101FM Возвращаемся в студию Продолжаем особое мнение Гость его сегодня Политолог Доцент Кафедры истории Политических наук Вятского государственного университета Дмитрий Лин Мы обсуждаем Мы обсуждаем ситуацию В Хабаровском крае Ситуацию с протестами С назначением Нового в Рио В Рио Губернатора Хабаровского края И Дмитрий Вывод До перерыва Сказали Что арест Фургала Дело политическое Да и Хабаровчане В общем-то Не совсем доверяют Федеральной власти Я хочу вот эту тему развить И хочу спросить Вот это падение Немножко спроекцировать На наш регион Учитывая, что падение Наверное, оно идет Не только в Хабаровске Наверное, ситуацию в Хабаровске Видят и наши жители Жители других регионов Как-то ее оценивают Интерпретируют Можно ли сказать Что это падение Является каким-то Катастрофическим И приведет к каким-то Значимым последствиям Для нашей, например Региональной власти Или вообще в целом Повлечет какие-то изменения В структуре этой власти Так, ну, наверное Позволю себе маленькую ремарку Сперва к вашим словам Понятно, что Дело выглядит политическим Как минимум в глазах Хабаровчан Ну и другой части Граждан России Кто следит за событиями Вот Но все-таки тут Чисто правовую Или уголовно-правовую Это подоплеку Тоже мы тут не снимаем Скажем так Я далек от идеализации Господина Фургала Думаю у всех Правильное представление о том Что люди на таких Высоких должностях Вот у них нимба Над головой нет И крылья там за спиной Не растут Вот И там буквально Вот если берем Там губернаторский корпус От части министерские Это в какой-то мере Знаете Люди Вышедшие из 90-х годов И ну там Скорее на шкафу Быть могут Да Буквально в каждого первого Ткни пальцем И там найдутся Грехи Грешки Прегрешения Ну может быть Не на уровень Уголовного кодекса И уголовного преследования Но найдутся вопросы Буквально каждому Первому Ну или второму Вот И тут Ну Скажем так В случае с Фургалом Он тут наверное Самый острый Да Потому что Если так Посмотреть Тех губернаторов Экс губернаторов Да Которые присели На скамью Подсудимых Или уже потом Отправились по этапу То уж В убийствах Насколько я помню Никого не обвиняли И в организации убийств Ну это серьезное обвинение Конечно Очень серьезное Очень серьезное Ну и От этого наверное Вот Весь этот сюжет Он вдвойне горячий Все-таки Не мошенничество Там как у Гайзера Вот Не взяточничество Как там У соседа Хорошавина Или у нашего Белых Вот А самое что Есть Тяжкие преступления Вот Если говорить уже О проецировании Там Или возможном Там повторении Ситуации За пределами Хабаровского края Вот Ну полагаю Что все-таки Случай Хабаровска Это такой По-своему Уникальный кейс Где Намешано Сразу Несколько Таких Важных Критически Важных Ингредиентов Да И Невысокий Уровень Доверия К власти Вот Он Скажем так Это не Единственный Компонент Да Потому что В Хабаровске Как видите По камере Со стороны Оказалось Намешано Много Много Всего Вот Сама фигура Фургала Да Вот его Часто В СМИ Последние Две недели Заводят Свой Губернатор Народный Губернатор Мне не очень Нравятся Такие оценки И формулировки Потому что Свой Это слишком Узко И конкретно Потому что В райках Земляк Должен быть Вот Неким Определяется Опять же Качество Государственного Управленца Хотя Это Может влиять Вот Тот же Хорошавин Допустим Для Сахалина По-моему Не на Сахалине Родился Но все равно Был Территориально Свой Потому что Он там Долго жил И работал Вот Гайзер Тот же Самый Человек Из Коми Вот Так что Свой Наверное Не совсем Точно Народный Ну Тоже Тут Вопросы Да Понятно Что Фургал Триумфально Победил Во втором Туре Что называется В одну Калитку Переграв Шпорта Но там Все Два года Назад Сошли Что это Было Протестное Голосование Не за Шпорта Извиняюсь Не за Фургала А против Шпорта Вот И Вот В этом Тоже Не очень Подходит Вот Но Пожалуй Вот Фигура Фургала Это Такой Знаете Губернатор Популист Причем Популист В хорошем Смысле Этого Слова Убежден Что в принципе Любой Публичный Политик Тем более На избираемой Должности Он должен Быть В меру Популистом Вот Не аппаратчиком Который Для кого Главное Это Выполнить Указания Москвы Любой Ценой Во что Быто Не стало А вот Именно Популист Который Помнит Что Ну Мне так По идее Через год Два Три Четыре Еще Перезбираться Наверное Если не Закроют Вот И Нужно Делать Как минимум Что-то Красивое А В идеале Еще и Значимое Для людей Вот И Вот Дальше На протяжении Почти двух Лет Фургал Вот Эта Роль По крайней Мере Губернатора Популиста Умеренного Популиста Очень Убедительно Играл Ну Что То есть Так Вспоминать Как он Появлялся В федеральной Повестке Дня Информационной Да Пытался Продать Яхту За Какие-то Несу светные Деньги Купленную Шпортом Губернаторскую Снижал Там Зарплаты Себе И своим Замам Там Урезал Пенсионное Содержание Запретил Чиновникам Летать Бизнес Классом Вот Ну Кроме Этого Пытался Еще какие-то Вопросы Решать Уже таки Более Системные Менее Публичные Ну Там Допустим Вводил Льготные Перелеты С районов Крайнего Севера Для Хабаровчан И все-таки Вот его Ситуацию Мы можем Спроецировать На другие Регионы Что вот Это падение Оно Является Характерным Только для Сибири Которая Всегда Там Была Вольной Либо Либо Это для Всех Регионов Может быть Характерным Вот в том-то Дело Что не для Всех Да Вот как раз Вы с языка Сняли Пожалуй Третий Компонент Кроме Фигуры Губернатора Популиста Который Ну Успел Стать Действительно Своим Все равно Это слово Просится на язык Вот Это Третий Фактор Да Это Как раз Такое Мощное Региональное Самосознание Региональная Идентичность Что Мы Не Москва Москва Не мы Вот И тут Как бы Это Стрельнуло И сыграло Очевидно В Хабаровске Что Вот Как сказать Был наш человек И тут Москва начала Что-то Делать нехорошее С точки зрения Хабаровча Вот про эту историю Вот вы говорите Там Мы не Москва Москва не мы Я про протесты Здесь хочу уточнить Потому что Они же были Несогласованы Ни один По-моему Из них Не был согласован При этом Все они По-моему Там Никого не арестовали Никого не скрутили Как например Было на согласованных Акциях протеста В Москве И Вице-премьер Полномочный Представитель Президента В Дальневосточном Федеральном округе Юрий Труднев Когда он приезжал В Хабаровск И комментируя Эти митинги Он сказал Что у людей Есть право Выражать свое мнение Тем самым Вот этим вот Высказыванием Он Легализовал Вот эти самые Несогласованы Акции протеста Почему Сибири Можно то Что нельзя Например в Москве То есть Вот это К тому самому Самосознанию Имеет какое-то отношение Или В чем-то другом Здесь отличие Ну в том числе В том числе Потому что Думаю И Труднев И люди На старой площади В Кремле Скажем так Понимали Что на фоне Таких В общем-то Спонтанных И достаточно Массовых Выступлений Опять же Дубинка Омона Это опять же Как Бензин Это залитый В костер То есть Еще хуже Станет Отсюда И такой Либерализм И на словах И на делах Да Ну вот еще бы Насчет Дегтярева Бых подумали Головой Вот И здесь И все За и против Вот Так что Тут действительно Фактор Думаю Вот этого Регионального Несепаратизма Именно Такого Самосознания Идентичности Он действительно Сильный Да Потому что Готов биться Об заклад Ну допустим Владимирская область Там тоже Губернатор ЛДПР Ну Два часа до Москвы Вот Ну чуть побольше По железной дороге Там такое Даже вот Если Так Включаем фантазию На полную катушку Что там Тоже местного Закроют За какие-нибудь Прегрешения Там В 900 протертом году Там тоже Могут быть протесты Но там Компонентов Этих не хватает Да Потому что там И губернатор Ну другая фигура Вот в плане Там своих личных И деловых качеств И плюс Ну Владимир Ну Как сказать Часть московского княжества Там 500 с лишним лет назад Еще То есть у хабаровского протеста Много компонентов Которые Да К другой России Не всегда могут сработать Да Да Вот Ну тут Если немножко пытаться Заглядывать в будущее Опять же Если мы говорим о том Что не распространится Хабаровский кейс На кейс На остальные регионы Многое конечно Будет зависеть От экономической ситуации Да Потому что Скажем так Думаю только к концу года Мы более-менее И власти Мы будем понимать И реальный масштаб потерь Которые понесла Наша экономика От коронавируса От эпидемиологических мероприятий Вот Он уже По-моему В новостях Яндекса По-моему Пол недели болталось Что По Второму кварталу Доходы населения Снизились на 8% За 3 месяца На 8% Вот Скажем так У нас По России И по Кировской области Не спадает То есть понятно Тут у нас Кучу уграничений Уже сняли Вот Может еще что-то снимут Давайте вы перешли К следующей теме Много будет решать экономика Плавно Да Давайте У нас 2,5 минуты остается Я быстро задам вопрос Поговорим как раз Про экономическую ситуацию И свяжем ее с политикой На прошлой неделе В нашей студии Экс-депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин В нашем эфире заявил Что бизнесу не дали Большие льготы по налогам Чтобы не пиарить оппозицию Говорил он О том законопроекте Который рассматривал Закособрание И касалось оно Снижения Вернее Введения Льготных налоговых ставок По упрощенке Оппозиция внесла Ряд своих поправок Но они приняты не были В итоге были приняты Две губернаторские поправки Собственно говоря Эти меры Само бизнес-сообщество Назвало Формальными И назвало Недостаточными Можете ли вы Согласиться с мнением Алексея Кузьмина И сказать Что власть Сознательно отказалась От более масштабной Поддержки бизнеса Чтобы не пиарить Оппозицию Да И Неужели Вот эта политическая Политическая амбиция Никуда важнее Чем Ну Поддержка региональной экономики И времени у нас Не так много Первое Скорее согласен С мнением Алексея Ну второе Так еще понятно Тут задним умом Все мы умные И сильные Скажем так В практике Мировой Российской Было немало случаев Когда Одна Сила Одна сторона Перехватывала Инициативу Другой Вот Насчет попиариться Но ничто не мешало Региональным властям Скажем так Перехватить Инициативу Оппозиции И если действительно Хотели помочь бизнесу Выставить другие Трехи Грубо говоря Поправки Точно такие же По содержанию И провести силами Своих депутатов И так что называется И бизнесу хорошо Вот И власть набрала бы Политические очки Ну теперь уже Дело сделано А здесь просто не успели Или не сориентировались Думаю не сориентировались Не сориентировались Это было особое мнение Политолога Доцента кафедры истории Политических наук Вятского Государственного университета Дмитрий Ирина Дмитрий спасибо Пожалуйста Всего вам спасибо Особое мнение На 101FM